МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите... Глава района Валерий Венцель посетил Развилковскую амбулаторию. Тем более, а мы сколько здесь населения обслуживаем? 12 тысяч. Творческий конкурс для детей в Центральной библиотеке. Фантазию развивает. Здорово уже. Такие работы все хорошие. Зимние старты в бассейне «Дельфин». Моя самая заметная мечта – это стать олимпийским чемпионом. Чтобы быть в курсе всех проблем муниципалитета, глава района Валерий Венцель совершает рабочие поездки по поселениям. На этот раз он посетил амбулаторию в сельском поселении Развилковская. В рамках своей рабочей поездки в сельское поселение Развилковская глава Ленинского района Валерий Венцель посетил местную амбулаторию и проверил, в каких условиях происходит медицинское обслуживание населения. Главе показали кабинеты терапевтов, узких специалистов и диагностические помещения. В две смены ведут прием, потому что кабинет, к сожалению, не хватает, поэтому делят врачи кабинет. Валерий Николаевич поинтересовался, по каким вопросам администрация может оказать содействие. Основная проблема учреждения – нехватка площади, чтобы оказывать качественные услуги. Ведь количество жителей поселения постоянно растет. Глава района сообщил, что администрация муниципалитета в курсе ситуации и в будущем планируется строительство поликлиники. В амбулатории действует рентген-кабинет. Диагностические аппараты работают исправно, но уже требуют замены в связи с износом оборудования. Глава муниципалитета сказал, что обратится по этому вопросу в Министерство здравоохранения Подмосковья. Если находят денежные средства на ремонты и на оснащение, в том числе в Молковской больнице, достаточно современное, хорошее, свежее, с хорошими кабинетами, то уже пока и, может быть, найдут средства для того, чтобы здесь. Тем более, а мы сколько здесь населения обслуживаем? 12 тысяч рублей. И мы же никому не отказываем. Также обсудили качество оказания неотложной медицинской помощи на базе учреждения. Уже в следующем году в Ленинском районе заработает проект Минздрава Московской области «Добрая поликлиника». В 2019 году у нас произойдут такие достаточно значительные изменения в оказании неотложной помощи. И надеюсь, даже уверена, что здесь качество у нас улучшится. И, значит, население сможет получить неотложную помощь в течение двух запланированных часов, как это необходимо по стандартам. Валерий Венцель пообещал, что администрация будет оказывать необходимую поддержку медицинскому учреждению. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В предновогодний месяц детское отделение Центральной районной библиотеки проводит творческий конкурс для детей. Задача простая – изготовить из подручных средств символ года – поросенка. Желающих принять участие в творческом конкурсе оказалось так много, что из принесенных работ получилась довольно большая выставка. Завсегдатой библиотеки Татьяна Косинкова уделила большое внимание всем поделкам и призналась, что выбрать лучшую очень сложно, потому что каждая работа достойна особого внимания и награды. Все представленные поросята не похожи друг на друга. Один сделан из картона, другой из спичек, есть из пластика, ниток и даже из макарон. Подобные конкурсы в детской библиотеке организовывают уже не в первый раз, а цели проведения остаются неизменными. Конечно, поддержать творческое начало наших юных читателей, ну и популяризация, конечно, и библиотеки тоже, честно говоря. Конечно, хочется, чтобы люди, а тем более детишки, приходили, брали больше книжек, читали, были более образованы. Лучший новогодний талисман определят уже в конце месяца, а прийти и посмотреть на необычные работы можно до 31 декабря. В Развилковской библиотеке организовано литературное объединение «Рифма плюс». Своё мастерство самобытные поэты Развилки теперь смогут оттачивать, не выезжая из посёлка. На заседание литературного объединения побывала наша съёмочная группа. Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. Людмила Просакова состоит в литературном объединении имени Филиппа Шкулёва. На поэтических вечерах в Развилковской библиотеке Людмила Викторовна заметила нескольких талантливых поэтов. После этого у неё появилась идея создания творческого объединения в посёлке, которую поддержали все без исключения. У нас есть положение, по которому мы, в общем-то, как закон наш, по которому мы работаем. Вот, и сегодня вот каждый раз мы повестку новую создаём. Что мы делаем в литературных объединениях? Естественно, мы знакомы с творчеством биографии каких-то писателей, авторов, особенно тех, у которых юбилей. 5 декабря исполнилось 215 лет со дня рождения Фёдора Тютчева. Члены объединения обсудили творческий путь российского поэта, известного своим поздним творчеством. Ольга Булавина рассказала о биографии Тютчева, отметив, что и сама начала писать стихи в зрелом возрасте. А уже серьёзно я начала писать лет, скажем так, 5 тому назад. Вот. Поэтому свою судьбу я немножко как бы вот в параллеле с Тютчевым веду. Для творчества возрастных ограничений не существует. Возраст участников «Рифмы плюс» самый разный – от 45 до 85 лет. Однако они будут рады видеть у себя и молодых поэтов. Вообще, конечно, хотелось бы, да? Но обычно, как бывает, два варианта. Сначала стихи пишут, когда влюбляются в юности, а потом стихи пишут уже в зрелом возрасте, когда уже навлюблялись. Так что всё может быть. По словам заведующей Развилковской библиотекой Ольги Колывановой, открытие литературного объединения планировалось давно. Теперь авторы могут совместно обсуждать свои работы и готовить творческие проекты. Возникла идея, а почему бы нам не объединиться всем поэтам и писателям нашего посёлка. И вот с этого момента началась работа. Мы начали всех разыскивать, мы дали объявления на кабельное телевидение, мы дали объявления в соцсетях, чтобы все пишущие жители посёлка Развилка приходили к нам. Литературное объединение поэтов «Рифма плюс» проводит свои встречи каждую вторую субботу месяца. Наполненные творчеством, самобытные авторы посёлка Развилка пишут, рецензируют и публикуют свои стихи. И поэтому всегда есть, что обсудить. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Снегопады, обрушившиеся на подмосковный регион, задали работы коммунальщикам, создали проблемы автомобилистам, а вот детям принесли много радости. В связи с чем численность населения Видного несколько выросла. Во дворах и на площадках детских образовательных учреждений появились новые жители города – снеговики и снежные бабы. Вот этих наш мобильный репортер снял на территории детского сада номер 9. Один выше другого. Можно представить, сколько пришлось потрудиться дошколятам и их воспитателям. А в прогимназии вовсю кипела работа, когда наш репортер проходил мимо. На разных участках вырастали снеговики, каждый гораздо выше своих создателей. Чтобы снежные скульптуры были больше похожи на людей, в ход шли разные приспособления – метлы, ведра. Да и какой же снеговик без носа морковки? Вот сюда вот. Давай нос. Орешка! Тут же строятся снежные крепости. Зимние забавы и сейчас, и сто лет назад у детворы похожие. Еще одно место коллективного снежного творчества у кинотеатра «Искра». Самым маленьким помогают мамы. Ребята постарше и сами могут справиться с такой интересной работой, как катание снежного кома для снеговика. Уже возвращаясь домой, наш корреспондент увидел вот эту замечательную снежную семейку. Особую изюминку ей придала снежная собачка. Неизвестным авторам этой скульптурной композиции особое уважение. В продолжение темы наша постоянная рубрика «Видновчане об этом». Мы спросили жителей, любят ли они зиму и чем именно нравится им это время года. Люблю зиму просто, что она такая вот чистая. Снежинки. Все кругом белое, чистое, красиво. Новый год тоже зимой. Этот праздник ассоциируется с детством, с чудесами. Всегда ждешь какое-то чудо в эту новогоднюю ночь. Ну и просто нравится то, что можно на лыжах кататься, на коньках. А вот если с детства вспомнить, вот как вы проводили зиму? Ой, целыми днями гуляли. То на санках в лес. С лыжами это ж вообще, пока вот не было нового микрорайона, это как утром уйдем на лыжах. Уже темно, а мы все в сосульках. И идем домой, ползем, просто ползем. Сейчас, конечно, нет такого у детей. Сидят все по домам, никто не гуляет. Катались на санках из горок. Горки-то большие, на этом самом Деда Сар. Громадные, там очень интересно было. С этой горы играли. Внизили на лыжах. Играли снежки. Ну, очень интересно было. Тогда не было интернета. В горок катались, на коньках, в хоккей играли. На лыжах. Как бы вот так. Ну, всем занимались. Телефонов не было, вот и гуляли целыми днями. И с нетерпением ждали новогоднюю ночь, когда Дед Мороз принесет подарки. Всей семьей будем открывать. Мы уже сейчас катаемся с горки, лепим снеговика. Снег. Вокруг все белое, все чисто. Скоро Новый год, елочки белые. Да, очень красиво. Я всегда ждала Новый год. Праздники, украшения, одевали, подарки, мандарины. Ну, в общем, это было очень здорово и красиво. Ну, то, что можно покататься, ребенка покатать там на санках, с горки. Я жила в селе. Мы ходили, там пруд замерзал. И ходили, вот с дедушкой мы любили ходить, потому что дедушка, конечно, там не такой строгий был. Там бабушки, мамы. Все нам позволял кататься, с горки кататься, снеговика лепить, снежки играть. Просто чистить двор любили. В детстве я росла в Казахстане, в Северный Казахстан. Там зима, так зима. Ну, здесь это не зима. Там зима, так мороз и снег, с горой ветер. А здесь у нас, ну, что это за зима? Это не зима. Это не зима. Сейчас будут сугробы. Надеемся. И мороз бы побольше. А то, ну, что это, 0 градусов, разве это зима? В видновском бассейне «Дельфин» состоялись соревнования по плаванию «Зимние старты». Эти состязания среди лучших воспитанников оздоровительно-образовательного центра проводятся уже больше 10 лет и стали доброй традицией. Екатерина Коваленко понаблюдала за юными пловцами. Почти сотни мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 16 лет стали участниками традиционных соревнований по плаванию «Зимние старты». Укротить воду и продемонстрировать волевой дух и стремление к победе – такая задача стояла перед юными пловцами. А это лучший из лучших воспитанников центра «Дельфин». И если для ребят состязания в первую очередь испытания, то для зрителей – яркое, увлекательное зрелище. Но для наставников, конечно, задел на будущее. Мы смотрим, наблюдаем, доставляем мало того, что доставляем удовольствие самим детям, это соревнования серьезные. Мы выбираем затем тех детей, которые сумеют заменить таких наших знаменитых ребят, как Рылова и Гирева. В программе «Зимних стартов» заплывы на 50 и 100 метров брасом и вольным стилем. В зависимости от возрастных категорий. Соревнования проводятся по всем международным масштабам. И еще раз ознакомившись с правилами, ребята с легким волнением вышли на плавательные дорожки. «Заставь!» Без преувеличения все пловцы боролись за каждую секунду. Но победу удалось выбрать, конечно, сильнейшим. Среди мальчиков 2005-2007 годов рождения лучшим стал Женя Колокутский, который уже 7 лет занимается плаванием и сейчас он обладатель второго разряда. Юный спортсмен, улучшивший на зимних стартах свой результат на 2 секунды, поделился с нами своими планами. Для начала выполнить мастера, потом идти все больше и больше и дальше. Моя самая заметная мечта – это стать олимпийским чемпионом. А Наташа Рахвальская, преодолевшая дистанцию 100 метров вольным стилем всего лишь за 53 секунды, лучшая среди представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что это отличное время, девушка с характером чемпионки постоянно стремится только вперед, только быстрее. Я хоть и довольна своим результатом, но могло быть намного лучше. Надо было просто распределить силы. В плавание в данный момент все. Это важнее, чем учеба на 100%. Надо много работать. Впрочем, зимние старты на этом не заканчиваются. Впереди еще сосезания на воде Развилковского бассейна «Дельфин». Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. 12 декабря состоится общероссийский день приема граждан. В Видном приемы проведут первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, заместители главы администрации Альберт Гравин, Сергей Гаврилов, Александр Усков и Алексей Селезнев. Приемы пройдут в порядке живой очереди при предоставлении документа удостоверяющего личность. Начнутся приемы в 12.00 и продолжатся до 20 часов. И о погоде. Завтра пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Днем и ночью около минус двух. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин